МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша, информационная программа Республика. С главными событиями вторника вас познакомят наши корреспонденты. Я Ольга Панова. Смотрите сегодня. Все лучшее детям. В Чувашии на соответствии нормам и стандартам проверяют детские сады. Окопы, траншеи, рвы. Одна из школ города Шумерля получила грант на восстановление участка сурского рубежа. Удобно, понятно и с картинками. Появился сайт, посвященный Дню города Чебокса. Муниципалитеты продолжают подводить итоги социально-экономического развития за первое полугодие. Сегодня о проделанной работе отчитались власти Шумерлинского района. Расширенное совещание с активом провел глава Чувашии Михаил Игнатьев. Подробности у моего коллеги Дмитрия Ковалева. В своем вступительном слове на расширенном совещании с активом муниципалитета Михаил Игнатьев отметил, что Шумерлинский район демонстрирует неплохие показатели. Хотя работать еще есть над чем. Глава Республики расставил перед местными властями приоритеты. Для Шумерлинского района сельское хозяйство – доминирующая отрасль. Именно в этой сфере сейчас реализуются крупные инвестиционные проекты. На рабочей встрече глава администрации отметил, что за последние годы удалось сократить количество заброшенных земель. В районе развиваются личные подсобные хозяйства. Пришли зарубежные инвесторы. Если брать последние годы, то нам пришлось вкладывать много усилий, прежде всего в восстановление, я так могу смело сказать, сельского хозяйства. И надо сказать, есть определенные результаты. В физическом объеме вот в этом году нам удалось увеличить посевные площади на 1800 гектаров. Для нас это большие цифры. Благо тут появились инвесторы. Инвесторы, причем иностранные. Создано ООО «Кеннет», которое и в этом году уже показало такой, значит, достаточный результат. На совещании с активом района Михаил Игнатьев поставил задачу развивать животноводство. В этом году в муниципалитете снизилось поголовье крупного рогатого скота. Хотя сейчас, отметил глава республики, аграриям выгодно заниматься производством мяса и молока. Еще одна проблема района – малокомплектные школы. Мы не закрываем эти школы и не будем закрывать. Вот здесь не должно быть никаких разговоров, сплетенслухов. По территориальному принципу мы сейчас обсудили, как нам надо быть. Может быть, дошкольное образование надо с начальными классами соединять. У нас есть проекты многофункциональных универсальных центров, то есть детский сад и школа. Задача ближайших недель – завершить ремонт в школах. Глава республики обозначил крайний срок – 25 августа. На совещании местные жители смогли задать главе республики личные вопросы. Все просьбы Михаил Игнатьев взял на карандаш. Дмитрий Ковалев, Росель Мухаммедов. Республика. Завершилась регистрация партийных списков кандидатов на выборы в Госсовет Чувашии. По решению Центра избирком республики в выборах будут участвовать 7 избирательных объединений. Региональное отделение политических партий «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Яблоко», Российская партия пенсионеров за справедливость, «Патриоты России». На последнем заседании двум партиям «Гражданская платформа» и «Партия Роста» было отказано в регистрации из-за недостаточного количества достоверных подписей избирателей в поддержку выдвижения списка кандидатов и непредставления документов, необходимых для регистрации соответственно. Кроме того, из списка, представленного Чувашским республиканским отделением КПРФ, исключены два кандидата в депутаты. Между тем, социологи дают прогнозы на предстоящие выборы в Государственную Думу России. Так, Левада-центр в своем сайте разместил результаты опроса, проведенного с 22 по 25 июля. Респонденты отвечали, собираются ли они принять участие в выборах и какой партии готовы отдать предпочтение. 46% опрошенных хотят принять участие в выборах. 57% из тех, кто уже определился со своим выбором, готовы проголосовать за «Единую Россию». По 15% определившихся поддержат КПРФ и ЛДПР. И только 5% в «Справедливую Россию». Не парламентские партии, такие как «Парнас», «Яблоко», «Коммунисты России» и прочие, согласно опросу, набирают менее 2% голосов избирателей. И, соответственно, в Госдуму не попадают, поскольку не преодолевают 5% проходной барьер. До начала нового учебного года осталось всего 3 недели. К 1 сентября готовятся не только школы, но и детские сады. Приемка чебоксарских дошкольных учреждений началась 5 августа. Специальная комиссия проверяет их на соответствие нормам и стандартам. Успеть за 10 минут – такие нормы эвакуации в детских садах. Построиться по парам и спуститься по пожарной лестнице или выйти через запасной выход уже не составляет труда. Дошколята тренируются каждый месяц. Вот и сейчас с этим справились на отлично. Да, в наше такое сейчас время это обязательно нужно делать. Обучать правилам поведения в таких экстремальных ситуациях, при пожаре, при дорожно-транспортных происшествиях, чтобы они знали, что нужно делать и как нужно делать. Им нравится, им нравится, потому что это их дисциплинирует, они организовываются и выполняют все наши поручения. Под пристальным вниманием комиссии все помещения и коридоры детского сада номер 10. Специалисты надзорных ведомств проверили пищеблок на соответствии с санитарным требованиям. Противопожарную систему безопасности, наличие эвакуационных выходов. Еще один пункт – все ремонтные работы должны быть завершены. В ходе приемки данное учреждение было нами принято. Были даны ряд рекомендаций, которые были устранены в ходе приемки. То есть учреждение? Учреждение в целом готово к новому учебному году. Приемку 121 детского сада планируют завершить 11 августа. Она идет одновременно во всех районах столицы Чувашии. Все выявленные нарушения должны быть устранены до 20 августа. Татьяна Леонтьева, Анастасия Лангина, Сергей Адушкин, Республика. Пять организаций Чувашии получили гранты главы республики для поддержки инновационных проектов в сфере культуры и искусства в размере 100 тысяч рублей. Среди них Госархив электронной и кинодокументации, а также Шумерлинская средняя школа номер 3. На что победители направят денежные средства, узнавали мои коллеги. 75 лет назад здесь были вырыты окопы, траншеи, противотанковые рвы. Установлены дзоты и доты. Все для того, чтобы в случае прорыва обороны Москвы задержать гитлеровские войска на подступах к Казани. Сурский рубеж обороны растянулся от Ядрины до Пензы. Построили его в рекордные сроки – три месяца. Часть его – 380 километров – пришлась на территорию Чувашии. Спустя годы этот участок недалеко от Шумерли реконструировали. Инициатором выступили педагоги средней школы номер 3. В школьном музее собрали некоторые экспонаты, стали проводить экскурсии на самом рубеже. Наш проект получил название «Историко-туристическая краеведческая экспедиция «Сурский рубеж обороны». Он нацелен на то, чтобы дети нашей республики могли проникнуться историей и совершить поход одного дня. Вот буквально сегодня здесь работает поход одного дня, где ребята пытаются добыть огонь естественным путем и сориентироваться на местности. Все желающие могут полазать в окопах, побывать в землянках, посмотреть на площадку под артиллерийскую установку. В музее под открытым небом работают опытные специалисты. Проект постоянно развивают и обновляют, в основном на общественных началах. Педагоги говорят, грантовая помощь как нельзя кстати, уже решили, на что направить денежные средства. На сегодняшний момент приезжает достаточно большое количество экскурсий сюда, поэтому вот красивую озвучку через современную аппаратуру, высококачественную, через систему баннеров, всевозможных указателей, возможно было бы презентовать этот «Сурский оборонительный рубеж». Применение гранту нашли и в Госархиве электронной и кинодокументации. Денежные средства необходимы для проекта «Кино под открытым небом». Это такой культурный, можно сказать, будет киномарафон по городам и районам республики. И в рамках фестиваля планируется показ художественных документальных фильмов из фонда архива. Все кинопоказы будут осуществляться с помощью Многофункционального культурного центра «Киномобиль». А для качества фильмов будет приобретен большой надувной проекционный экран. Киномарафон стартует в сентябре и пройдет в пяти городах республики. Грантовая система финансирования помогает развиваться инновационным проектам и поддерживает уже существующие. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Олег Кикимов, Республика. Национальное телевидение «Чуваши» продолжает принимать работы на конкурс «Чувашия моя республика». Подробнее в сюжете. Подведены итоги первой недели к голосованию конкурса видеороликов «Чувашия моя республика». Работу оценивало профессиональное жюри из работников телеканала и пользователей социальных сетей. И первыми финалистами конкурса стали работы Любови Адюковой, Сергея Семеновой и Татьяны Чашковой. А мы продолжаем принимать ваше признание в любви родной республики на адрес ntrk-videosobakamail.ru. Все ролики, которые вы будете делать, то есть можно снять на телефон, можно снять на фотоаппарат, можно самому сделать на селфи-видео то, что сейчас называется, рассказать, за что мы любим свою республику. Это могут быть стихи, это может быть проза, это может быть какой-то клип музыкальный, все что угодно. Все эти ролики мы обязательно будем показывать в нашем эфире на национальном телевидении «Чувашия». Будем выкладывать в нашу группу ВКонтакте, в Фейсбуке, будем устраивать голосование. Каждую неделю будем подводить промежуточные итоги, выбирать три лучших ролика, которые получат промежуточные призы и выйдут в финал. Авторы лучших работ получат ценные призы и, главное, возможность поучаствовать в большом фильме о нашей республике. Технических требований не так много. С точки зрения качества съемки, это может быть и съемки на телефон, и съемки на фотоаппарат, и любые подручные средства, которые у вас есть. Продолжительность роликов до трех минут, потому что это хороший телевизионный формат, если будет больше, придется их резать. В-третьих, это возраст участников от 12 лет. Но если вы хотите снять своего ребенка, участника можете заявить себя, а ребенка показать в ролике. Еще подробнее о конкурсе видеороликов «Чувашия моя республика» можете узнать в группе национального телевидения ВКонтакте. В сети интернет начал работу информационный портал, посвященный Дню города Чебоксары. Сайт поможет жителям и гостям столицы разобраться во всем многообразии событий предстоящего праздника. День города Чебоксары в этом году пройдет 21 августа, но большинство конкурсов, фестивалей и творческих проектов будут проводиться в течение нескольких недель в парках, скверах, стадионах на площадях. Впервые в сквере Чапаева пройдет праздник, посвященный легендарному комдиву Василия Ивановича Чапаева. Отсюда же в 22.00 стартует ночной велопробег. Добраться на праздник можно будет в экскурсионном троллейбусе. Зрелищными мероприятиями станут открытый чемпионат города по кроссфиту и всероссийский конкурс красоты «Мисс Туризм России-2016». Подарком День Чебоксарца в День города станет концерт звезды российской эстрады Олега Казманова. А завершится 547-й день рождения лучшего города праздничным фейерверком и дискотекой. Самая полная программа праздника на новом портале 3W-547-RU. Таким был этот вторник глазами корреспондентов программы «Республика». Я Ольга Панова с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». КОНЕЦ